Здравствуйте! Сегодня будем пересаживать одно мое растение. Это растение с разряда суккулентной. Это денежное маленькое дерево, которое называется Авата Мини Сенсет. Это подарок. Был маленький листик, с него пошли побеги. И сейчас будем смотреть, что там за корень, как можно пересадить. Сейчас будем смотреть, что там внизу. Что там, какие корешки, что мы имеем. Так, маленький ком земли. И сейчас надо смотреть, что здесь. Хотелось бы, чтобы это были три отдельных, самостоятельных. Ну, я так думала, что нужно будет так пересаживать. Сейчас я попробую вот тут этот маленький подсоединить. Непонятно, конечно, где корень. Такой очень даже волнующий, ответственный момент. Потому как можно резануть. Мне все нормально. Видите, это малюсенький, есть корень. Так, и здесь тоже буду смотреть, есть ли отдельно. Здесь как-то непонятно даже. По всей видимости, даже не знаю, рассоединять. Потому что, смотрите, вот этот, он как бы прирос сбоку. Я их так и посажу пока что. А потом посмотрим. Вот это отдельно вот так высажу. Так, какую землю я беру? Значит, для денежного дерева, для суккулентных, желательно брать не покупную землю, а землю огородную. Вот я взяла одна часть огородная земля, песок. Сейчас вот это все перемешиваю. И кокосовый субстрат. Перед этим я его намочила водой на 20 минут. Он немножко так раз... Намочился на бух. Сейчас просто руками все это смешаю. Добавлю вот это еще немножко перегоревшие сюда. Саша, как это называется? Зала. Зала, да. Будете выпустила. Пусть даже будет... Смотрите, значит, добавляю сюда вниз, в цветочный гашок обязательно керамзит, как дренаж. На этих растениях должен быть хороший дренаж. И сюда немножко добавляю такие у меня камушки есть. А вот это сейчас немножко так раз добавлю. Это будет как питание для этих растений. чуть-чуть эту золу. Она будет как и дренаж. Будет впитывать лишнюю влагу. И немножко. Но вы можете обойтись. Обыкновенно. Обыкновенно. Вот две части огородной земли. Одна часть... Одна часть песка. Можно речного. Можно тот, который покупной. Вот для аквариума продается. Кокосовый субстар. Все. Вот это вот хорошо перемешала. Вот такая у меня немножко, конечно, влажная земля. Я не буду, естественно, сразу поливать. Буду ждать, пока абсолютно просушится ком. Так. Все. Насыпаю сюда землю. Ну, и я думаю, так как растения эти очень еще маленькие, то для них вполне достаточно будет одного цветочного горшка. Он и так для них, можно сказать, даже великоватый. Делаю небольшое такое углубление. Так, и тут вполне нормальный такой корешок. Все, пусть растет. Так, и есть у меня еще одно такое растение. Тоже это подарок. Голиум. Смотрите. Вот у меня их два было. Вернее, и есть. Один я посадила в песок, а другой просто в землю. Ну, видите, большой разницы между тем, как они росли, я не вижу. Ну, хотелось бы просто с этого стаканчика, с песка пересадить и вообще посмотреть, что там делается. Сейчас я беру вот эти камушки декоративные, это камни с моря. Так, и сейчас смотрим. Видите, тут один песок был. Песок и керамзит внизу. Так, забираю керамзит отдельно. Очень интересно, что здесь, какие корни длинные. Вот видите, какие корешки в песке. Смотрите, длинные, хорошие, живые корешочки. Можно было даже и оставлять. Но, раз уже решила пересаживать, значит буду пересаживать. Так, немножко подрежу корешки, вот так. Да, очень живой, очень хороший. Это он у меня рос, вот, почти что. Так, насыпаю сюда тоже вот эту землю. Может быть, вот так где-то. Эта земля, она не сильно питательная. Ну, конечно, не такая, как и песок. Но вместе с тем, эту землю... Здесь нет присутствия торфа. Поэтому вероятность того, что это будет плохо для корешков, что они могут там загнить или что-то такое подобное, такого нет. Если надо будет, весной и осенью можно будет удобрить. Но зато не будет вероятности того, что можно... Что солнце может обжечь листочки. Потому что, если много торфа, то, во-первых, будет сильный бурный рост, будет вытягиваться вот эти междоузилия. И листья будут большие. Больше, чем надо. Оно будет жирное, большое такое. Вот. И на солнце нельзя будет выставлять на прямые солнечные лучи, потому что могут быть ожоги. А так, ну, буду, конечно, смотреть на сильном солнце, выставлять сильное солнце не буду. Но сейчас вот уже мы их по чуть-чуть выставляем на солнечные лучи, на прямые, потому что в последнее время они у нас все были под подсветкой. Ну, почти, не знаю, на месяца два где-то. Вот. Вот так я пересадила. И не знаю. И, наверное, так уже по ходу думаю, что я и этот пересажу. Заодно посмотрю, какая земля. Вместе с вами. Я думаю, вам тоже интересно. Они были практически по размеру одинаковые. И что здесь? Многое, конечно, зависит от земли. Видите? Сейчас я... Ну, может, конечно, и от растения. Но, смотрите, здесь совершенно другая корневая система. Значит, песок лучше. Значит, более песчаная земля. Хотя полив все было одинаковым. Он и меньше по размеру. Да, он какой-то меньше, потому что, смотрите, корень намного меньше. Естественно, от корня зависит питание и размер растения. Сейчас возьму керамзит. Честно скажу, не планировала. Но увидела корни и решила все-таки посмотреть. Как-то интересно. Все-таки... Сейчас этого песочка больше даже возьму. Вот так получается по ходу. Видите, мы смотрим. Получается пересадка. Так. Сажу в одно время. Сейчас растущая луна. Весна. Апрель месяц. Сегодня 7 апреля. Вроде как благоприятное время. Для роста. Для того, чтобы пересаживать. Делать перевалку. Для того, чтобы подрезать. Делать крону. Формировать крону. Видите, листочек где-то зацепился. Отвалился. Пусть подсушится. Я его, может, и посажу. И этот тоже, знаете, вот тоже еле держится. Вот такие пересадочки сегодня мы делаем. В одну денюжку. Здесь что-то такое надо декоративное. Я люблю положить всегда. Ну вот так. Ну а этот, этот растет хорошо. Я пока смотреть не буду. Вполне нормально он развивается. Вот это мини-сенсет. Это сюда переклею. А это синяя птица. Тоже красивое такое растение. Пусть теперь растет одним. Этот не буду пересаживать. Я ватаминор. Он хорошо развивается. Андрей посоветовал подсыпать землю просто сверху. Я и это и делаю. Вот так. Она немножко еще уляжется туда. Вот. Вы знаете, что все эти растения, они имеют еще такую, такую, ну, возможности. Дают, дают корешки. Вот тут просто иногда просто сверху. Поэтому если мы присыпем, то там просто пойдут корни в земле и будет дополнительное питание. И он так укоренится. Потому что он уже очень такой и высокий. А я хочу, чтобы все-таки ствол разрастался. Чтобы он был устойчив. Ну вот так. Это листики здесь лежали. Его же листики. На влажной земле они хорошо. Они вроде бы как и подсушиваются и вместе с тем не теряют. Я вот так уже их немножечко как бы чуть-чуть углублю в землю. Вот. И вот уже тогда, когда хорошо просушится ком земли, вообще нужно поливать. Обильно полить для того, чтобы хорошо все пропиталось с влагой. Обязательно должен быть слой керамзита или какого-то другого дренажа, чтобы лишняя земля могла уходить. Ну и потом мы не поливаем часто, поливаем обильно. Потом ждем, пока просушится этот ком сухой. Как можно будет... Почему я, например, наблюдаю? Потому как листья начинают быть мягким, тогда опять хорошо поливают. Вот. для того, чтобы улучшился рост. Но надо так тоже смотреть, чтобы удобрения были для суккулентной, чтобы было с низким содержанием азота и с большим содержанием калия. Ну и все. Вы задаете мне вопросы по тому, как у вас что-то не получается или листочки очень маленькие. Я вам должна сказать, что очень часто бывает так, что наоборот, многие хотят, чтобы листочки были мелкие, чтобы они были как бы росли так более компактно. Не обязательно должны это быть такие просто... Это просто зависит еще многое от сорта, я так думаю. Но вообще-то, конечно, смотрите. Смотрите видео. Сейчас многие показывают, показывают практически вот такие, как сейчас видео, как пересаживают. Поэтому учитесь и выполняйте, и у вас будет все получаться. Так что будьте успешны в выращивании своих растений. Пусть, если вы думаете, что... И мы верим, то, что эти денежные деревья приносят нам денежный поток, деньги, изобилие, какое-то счастье в семье. Пусть вам это все и будет. Я вам этого желаю. Выращивайте, разводите разные сорта, делитесь. У нас есть группа ВКонтакте, вы уже знаете, есть ссылка под предыдущим видео, может под этим видео будет. Там можно задать вопросы, там можно посмотреть, сколько люди всего делают, к чему стремятся. Это очень интересно. Поэтому вот такой клуб поинтересам. Заходите ко мне на канал, я буду показывать практически, что я буду делать. Буду постепенно... Что я буду делать, я буду вам все постепенно показывать. Самое большое денежное дерево, оно еще в комнате у нас стоит. Мы еще боимся ему выносить на улицу, хотя уже некоторые сегодня ночевали, морозов у нас уже нет. Ну все, будьте здоровы, до следующих видео.